Петер Павел Геннадьевич 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 о котором другие источники, естественно, не подтверждают. Как известно, святые мощи святителя Филиппо были обойдены в 1091 году в нетленную игру в городу, покоившую стену Успенского храма Курского озрач-монастыря. Рамзил уже использовал данное послание этих авантюристов, но уже иначе отнесся послание, например, истории к началу XIX века Рацибаша. В специальной статье о Каубе и Крузе, повестивание России, он воспринял как явную выдумку и как совершенно недостоверный источник. В таком же духе суждения была историка Бестожио-Рюмин. О насильственной смерти писал, естественно, митрополита Филиппа, писал князь Андрей Курский. В отношении обстоятельств митрополита Филиппа, произошедшей в 1569 году, князь Андрей Курский, самым уже давным тому покинувшим Россию, пользовался не более чем службами. В частности, приводил два таких слуха. По одному из них святитель Филипп якобы был сожжен в угляху в Александровской слободе, а по другому некий неизвестный обречник, будто бы задушил святителя в Церковом отрочном монастыре. Естественно, такие противоречивые духи никакой достоверности не добавляют. Другой источник жития митрополита Филиппа существует в нескольких редакциях, наиболее распространенных в Тулуповской и Проложной, а также известны Колочевская, Крапкая и ряд других. А современный исследователь Павлович пишет, что житие летителя Филиппа было написано примерно через 20 лет, после того, как табло и грузы описали гибель митрополита в тексте своего послания. Однако есть и основания полагают, что житие митрополита Филиппа написано гораздо позднее, уже после смутного времени, так как самый ранний его список уверенно датируется 1632 годом, когда уже прошло 64 года после смерти митрополита. А современные исследования Лобакова в своем фундаментальном труде, посвященном различным редакциям жития Филиппа, особо отмечает, что именно книжниками славицкого мастеря было создано житие митрополита Филиппа. Оно имеет богатую рукописную традицию, и сочетается по множеству списков 17-18 веков. Списков жития ранее 17 века до сих пор не обнаружены. Лобакова указывает, что житие является литературным, температивным произведением, и поэтому, как исторический источник, имеет весьма ограниченный характер. А составитель же я черпает информацию о житии свития Филиппа на славках из-за монастырских летописей и преданий, что вполне обоснованно. Но вот откуда славицкие монахи через полвека берут информацию о деятельности митрополита в Москве, и тем более его пребывания в Тверском отрочном монастыре. К сожалению, после смотра времени в середине и во второй половине 17 века в середине русского дворянца сочинение Курткова стало популярным, и по научению любителей польских порядков распространялось в России. Написанное в этом сочинении, безусловно, оказывало влияние и на составителей жития, и, видимо, было ими использовано, как один из источников. Так доктор исторических новок Александр Баханов подробно выбирает и сопоставляет сочинение Курткова и жития, и приходит к мылу. О чем же можно говорить? Так это о том, что векция и стилистика некоторых фрагментов жития Филиппа очевидным образом совпадает со стилитикой, словами и фразами изобличительных творений князя Курткова. К сожалению, нельзя не признать, что при составлении жития используется это заведомый, большевый источник. Повестуя о встрече митрополита Филиппа с Малютой Скворатором, автор жития пишет, что оно происходило наедине. Ну, это, в общем-то, вы все знаете, откуда он мог узнать, как говорил митрополит Филипп Малютой Скворатором. Необходимо отметить, что характерно ни одна из редакций этого жития не была включена святителем Дмитрием Ростовским, составленной и изданной им в 1689-1705 годах чьи имени. Святитель Дмитриев внимательно относился к источникам и был чутен кофьякой недостоверенности. В этом издании святителя Филиппу был посвящен лишь один небольшой абзац, Малюту Скворатору, ни кем более царь Иоанна Васильевича не упоминали. Хотя в этом кратком абзац и святитель Дмитриев упоминает убийство митрополита Филиппа в Херскомотовщем, но имену убийц он сознательно не называет. Иоанн говорит о том, что он не согласен назвать им нового смерти Малюту Скворатору. Далее. А летописные источники, сообщающие о насильственной смерти митрополита Филиппа от руки Малюту Скворатору, пишут о митрополите Филиппе как о уже о всероссийском прославленном святом. Так, запись в новгородской третьей летописи составлена в самой ранней середине 70-х годов 17 века. И, видимо, уже на основе жития. Мазуринский летописи, сообщая о смерти митрополита Филиппа, прямо ссылается уже на житие, получившее распространение в середине 17 века. Самый мазуринский летописи создателется к концу 17 века. Освоенность таких современников событий, как иностранцев Штадена, Шлифтинга, Гарсьея, Флетчера и Басселина и других, совершенно не содержит утверждения о насильственной смерти митрополита Филиппа, хотя многие из них большим удовольствием выручили за чужие свои сочинения. Если бы услышали, хотя бы намерное. Известные русские ученые-историки Татищев, Ломоносов в своих трудах по истории России также ничего не упоминают о насильственной смерти митрополита Филиппа. Первым из историков, включившим в свою историю российскую в 1786 году, эпизод якобы мертвого убийства молитвоскората святителя Филиппа, был князь Михаил Чербаков. Карамзин положил сочинение «Тауба и Грузии» в писании Андрея Курпского, в основу своего девятого тома «История государства российского» изнана в 1823 году, что впоследствии отрицательно, конечно, сказалось на трудах многих российских историков 19 века, над которыми давлял авторитет официальный историолог Николая Карамзина. Ну и в 19 веке многие известные историки не указывали на вину царя Иоанна Васильевича Грузного в смерти митрополита Филиппа. Например, как и Сергей Солодов, он совершенно об этом как раз-то не говорил. Подробный разбор о смерти митрополита Филиппа и невиновность в ней царя Иоанна Васильевича сделал известной историкой Кремия Кверского края Полосов в 1904 году в своей работе. Кто виноват в смерти митрополита Филиппа? Посмотрим другие источники. Свидетельством того, что царь Иоанн Васильевич Грозный и руководитель не имеет никакого значения в смерти Филиппа, является то, что покаянный синодик царя, составленный в 1589 году, имя митрополита не вошло. В этот покаянный синодик включались все к лица, попавшие попавшие по личному указанию царя, так и те, кто был подвергнут наказанию кричнику без прямого указания. Но в ходе расследования неизменный дел. В синодик пошли имена тех, кого просто почитал царь. Например, епископ Новгородский Геннадий, учащий еще в 505 году. Князь Даниил Дмитриевич Громский умер в 1653 году, когда никаких еще опал не было. Царь прохи молитвы за казненных и неказненных опальни. Однако имени митрополита Филиппа синодики нет. Синодики опальни, в 1583 году, которые реконструировал Руслан Стуридников, числи с опальними только митрополитчий старцев и святителя Филиппа. Историк из Санкт-Петербурга, Шапошников, он известен в своей фундаментальной работе о Грозном, как о первом русском царе, в своем интервью интернет-журнала «Православие.ФМ» отметил, вот какая особенность имена княгинии Фросинии Старецкой и Корнилия. Есть синодики опальных, а имени митрополита Филиппа нет. Это значит, что сам царь Иван Грозный не считал смерть Филиппа на нем. Накне особенно необходимо остановиться нам в Соловецком летописце конца XVI века, в котором сказано в лето 7078 года, того же года, не стало в Твери Филиппа митрополита. В той же зиме государь ходил на Новгород и на Псков и Сапалы, а мы в Тупове зимовали на Москве с Городея. В того же году в Москве у государя попали кайф было многим, визианам, воярам, детям воярским, медьякам новгородским, и его отличным. То есть повесочие не считают, что митрополит Филипп был подвергнут казни. Его просто не стало. То есть он умер. Сам Соловецкий летописец конца XVI века был обнаружен опубликованным академиком Тихомировым только в 1951 году. Составитель этого Соловецкого летописца, Келарь Петр Ловушкин, заведующий по деятельным делам монастыря, часто и подолго бывал по своим делам в Москве, в Новгороде, в Головье, в Холмогуре и других городах. Он лично в Кагатаеве был нужен в монастырях самому царю Иоанну Васильевичу, митрополитам Фанасии, Кириллу, архиепискому наброску именно Елеониду. Автор был в курсе не только Соловецких, но и российских событий, которые он отражал в своем летописце. Именно он в этом летописце привел одну из самых полных описаний нашествия крымцев на Москву в 1871 году и битву при молодежи в 1872 году. Он, несомненно, был духовно соратик святителя Филиппа и бытность его в Соловецком и саре без сомнения посещал в дальнейшем могилу в Кирскому в Торченосфере по дороге из Москвы в Новгороде. В конце всего летописца есть еще другая приписка, другим почерком. Месяца декабря, в 23-й день, приставился предсвященный митрополит Филипп Московский сиарусь его твери от Рочмонтре в лета 7078 года. Другим, несомненно, свидетельством того, что смерть митрополита не причастна ни царя Ивана Васильевича Грозного, ни Агрича, является то, что митрополит Филипп был прославлен не как священномочный, а как святитель-исповедник в начале 1590-х годов местного чтима на Солокатах. А затем в 1632-1652 годах как общероссийский святой. Так что говорить о том, что было какое-то смерть, это пока прежде времени. И уже касается царя, необходимо также решить многовековое священное предание православной церкви подтверждает благочестие царя Ивана Васильевича. Тут уже говорили не раз, что два сына государя царя Федора Иоанновича, и царя Дмитрий Иоанновича, прославлен церкви Великой Святой. Святитель Иоаннович 1-й патриарх Московский в 1616 году писал в житии царя Федора Иоанновича. Благочестивый царь и великий князь Иван Васильевич, все Россия и разума и мудростью украшены во всех царских исправлениях до воздохваленные висели. Многие подвиги о благочестии совершили. Вот так же благочестие царя сказано в сборной грамоте 1613 года об обретении царя Михаила Федоровича Вуты. Сказано, великий государь, царь и великий князь Иоаннович, все Россия и самодержит благочестие, врачи, врачи, христианский берег, крепкий по вору. А к святости государя можно говорить и вот стенописи, изображающие царя Иоанновича снимаем святого. В 17 веке были написаны в гранд-довитой палате Кремля. Саса права в женском соборе на восказском монастыре в Москве наклеиваемых Тихинской иконой Богородицы и ряда других. В ряде снижних меняют. Можно сказать, что фактически до начала кампании по умолению благочестивого образа царя Иоанновича патриарха Никона в середине 17 века и положение 1656-1666 года. Царь Иоанновича справедливо почиталась как благочестивого, благоверного правительства. И полагаем отвергения на эту тему, проехав встречу на эту, потому вот уже заявление члены Сенатальной комиссии по канонизации святых и Зайдовского совета Московской патриархии цепенно информационного агентства приемного о возможности церковно-научного справления и жития святителя Филиппа. То есть, может, они задумали. Поэтому весьма актуальным сегодня является уточнение и жития угодника уже святителя Филиппа. С учетом уже данных современных исторических и первых источников. И еще, извините, пару минут. Мне несколько лет назад довелось работать с документом и вскрытием мощей царя Иоанновича Грозного в Кремлевском архиве. Я читал все протоколы вскрытия работы этой комиссии и меня просил один протокол. Не помню уже 1963-1964, кажется, 1963 года. Начались вскрытия еще 1962 года, закончились 1964. Вот на основном из протоколов Герасимов требовал закрыть полностью какого-либо доступа людей к вскрытым мощам, как он сказал, начинается паломничество москвичей и поклонение мощам Иоанна Васильевича. К сожалению, до сих пор эти документы не опубликованы, полностью потерплю к ним действия, но с определенными сложностями но в принципе они к рюкарту хранятся в Кремлевском архиве. Вот я сколько-то показал. Спасибо. Спасибо. Приводок. Я хотел только уточнить, дело в том, что уточнить, что Павел Геннадьевич, вот эта книжка издана, это в сотрудничестве с авторствием Василия Владимировича Бойко-Велики. Вот. Ну, конечно, архивное изыскание в большей степени занимался Павел Геннадьевич и подбор фактуры. Ну, стратегии и такое руководство идейное осуществлял Василий Владимирович Бойко-Велей, который сейчас находится оклеветанный в заключении. Спасибо. Спасибо. Спасибо.